Три пожара случилось 6 января, еще три уже в феврале. Из дыма и огня дома на Солмышской спасли 8 человек, 5 эвакуировали. Все происшествия произошли в районе Степнова. Один из них произошел на улице Волгоградская на четвертом этаже. Кстати, по словам местных, в их доме этот случай неоднократный. В прошлом году в этом же подъезде горела кладовка на восьмом этаже. Управляющая компания должна была предпринять соответствующие меры по утилизации этих помещений. Однако, как говорят жители, никаких изменений пока не произошло. В прошлом году за весь год произошло всего 4 пожара в кладовых помещениях. Не во всех случаях причиной явился поджог. Было и неосторожное обращение с огнем, но вот именно такой массовый характер они не носили. МЧС обратила внимание и на то, что 4 случая поджога в этом году были в домах одной управляющей компании. После такого ЧП возникает вопрос, кто в случае утери имущества будет за это отвечать. Если это подожгло третье лицо, то будет отвечать за этот поджог третье лицо. Но как следствие, допустим, можно провести проверку и установить вообще уже дальше. Это отдельный вопрос. Отдельный вопрос того, что здесь делает эта кладовая, которая в принципе не предусмотрена. Она не должна быть в этом многоквартирном доме. Появление несанкционированных кладовок должна контролировать управляющая компания. Если бы проекту на этом месте кладовки быть не должно, то компетентные органы вправе оштрафовать управляющую организацию. К слову, 15 оренбургских компаний уже оштрафовали на сотни тысяч рублей за непроведение демонтажных работ. Если раньше размещение кладовок хоть как-то предусматривалось в составе многоквартирных жилых домов на этажах при условии выгоражения их противопожарными преградами, то на сегодняшний день законодатель запрещает это изначально при проектировании строительства объекта. Таким образом, несанкционированные кладовки будут ликвидироваться. Если в плане все-таки предусмотрено кладовое помещение, то оно делится подаля между жителями этажа.